здравствуйте дорогие друзья сегодня очередной выпуск на живой лаборатории на канале мистер мистер мы с вами будем тестировать вот такой вот небольшой нож который называется сиджи арберия ну в первую очередь хочется сказать что понятное дело что это нож вообще вот нисколько по своей задумке не предназначены для наших тестов однако мы все-таки просто решили попробовать ну потому что хочется понять где есть предел возможностей вот этих геометрии вот этих конструкций ножей которые используют компания artisan cutler но просто дело в том что в общем и целом пока что у нас их ножи любых вот форм-факторов которые у нас были они прекрасно проходили наше тестирование практически все проходили его без каких-либо серьезных повреждений ну и поэтому интересно что будет с вот таким вот ну совсем малюсиким ножом из особенности здесь надо пожалуй подчеркнуть вот такой вот строй клинка нужно вот такого показать это клинок действительно небольшой нож прям действительно такой прям откровенно маленький и клинок у этого ножа сделан из достаточно нечасто встречающийся на ножах этого производителя стали sandvik 12c27 вот собственно говоря это наверное является самым интересным а что из этой в общем-то знаменитой стали ну ведь по сути дела это ножи мора делает сейчас китайские производители как она выдерживает наши варварские тесты от слов к делу давайте начинать первый тест у нас эргономические ношение на кармане ну в общем нож небольшой действительно хорошо помещается клипса отлично работает снимается надевается особенных проблем нет достаточно легко двигаться по этим брюкам ну по ним легко двигаются даже клипсы от колстил надо сказать ткань такая нюанс клипса у этого ножа не переставляется на другую сторону ну такой действительно и десичничек на этом деле в данном случае решили сэкономить теперь по поводу открывания здесь тоже есть нюанс связано с тем что за открывание этого ножа отвечает только шпенек этот шпенек один то есть правой рукой понятное дело что здесь никаких проблем с оперированием замок лайнер-лок в данном случае керамический подшипник в осевом узле и вот такой хорошо работающий действительно шпенек как видите я даже в перчатках не своим ножом с первого раза достаточно легко им оперирую левой рукой ну на закрывание в общем-то как со всеми лайнер-локами проблем особенных нет на открывание на самом деле тоже если просто чуточку подумать перед тем как открывать как это вообще нужно делать то тоже проблем может конечно никаких и нет потому что вот я вот так толкаю мизинцем спокойно за шпенек то есть спокойном режиме все открыть можно достаточно легко то есть я бы поставил баллы самые выше ну а нюансах вы теперь знаете имитация такелажных работ давайте со шнура на весу начнем так я видя на ножах сиджи арби сразу резан вперед режу и в общем в принципе ни разу еще пока не видел с ними каких-то проблем в этом смысле отлично но шутц эта работа справляется давать картон теперь попробуем режет здорово балл тут можно точно поставить самый высокий однако есть нюанс связанные опять-таки с размерностью ножа то есть небольшая длина клинка немножечко больше чем обычно требуется контроля но реже совершенно отлично тут и геометрия за нож играет смысле вот того как сделан клинок спуске от обуха да и наверное все остальные вопросы связанные с его изготовления в общем балл самый высокий следующий тест у нас рез на плоскости ну знаете я бы сказал так вот с точки зрения самого реза никаких претензий у меня лично нет есть нюанс опять таки связаны с размером клинка но здесь я думаю что он такой вполне очевидный мы в этом смысле ножи не ранжируем то есть режет он здорово с геометрии тут проблем никаких поэтому я считаю что тоже необходимо поставить самый высокий балл окно сейчас немножко больше впечатления получу короче знаете я бы сказал что вот именно с точки зрения того как это выгрызается в дерево это прямо здорово нюанс связан опять же только с тем же что мы уже обсуждали рука это ножа достаточно маленькая то есть но с эргономической точки зрения безусловно это не самое интересное решение которое вообще вы можете выбрать для подобной работы но с точки зрения на качество работы клинком я бы так сказал что вы легко сделаете любую работу которая позволит сделать размер ножа если мы говорим о строгании я подумал как это оценить но в общем мне кажется что тоже здесь вполне можно поставить самый высокий балл так ну теперь простейшая такая ударная работа я вот тут буквально недавно нашел свой пост за 2012 год когда я еще не был человеком поставившим настолько много подобных экспериментов и 10 лет назад я задавал себе вопрос насколько безопасно делать такую работу думаю что и сейчас сохранились люди которые не очень это себе представляют поэтому давайте попробуем ударную нагрузку при ударах в дерево так ну в минусе давайте с минусов начнем не слишком точно нож приходит в то место в которое ты бьешь вот так вот если смаху нужно себя очень сильно контролировать то есть связано это опять же просто с размером ножа даже не с его геометрии в общем точно ударить ну скажем так нужно постараться для того чтобы это получилось второй нюанс тоже связанный с размером ножа заключается в том что приходится сильнее чем обычно захватывать рукоять ножа ну просто по той причине что здесь места нет куда съехать ладони поэтому хват получается исключительно вот такой сверху и из-за того что зажимаешь рукоять ладонью слишком сильно есть ощущение такой отдачи в ладонь но в целом у нас главное конечно в этом тестирование состояние замка поэтому давайте сюда посмотрим люфт не появился ну нет ничего все работает нормально ну и с клинком несмотря на относительно деликатный кончик в такой работе никаких проблем нет соскакивание на алюминий имитация пять ударов напомню для тех кто наши тесты смотрят возможно впервые а то что мы здесь имитируем именно соскальзывание то есть у меня нет необходимости нанести какие-то сильные удары то есть нужно понять от какой-то просто не совсем удачная работа как будет вести себя кромка но друзья знаете я следы от алюминия вижу повреждений на кромке нам у лично взгляд здесь нет то есть это в общем в принципе нормальное поведение для вот этой группы стали напомню что у нас центре 12 и 27 на этом клинке в общем но прямо так хорошо хорошо провод у нас зачистка и рубка так вполне теперь главное камеру заставить здесь сфокусироваться и уже можно рубить так что у нас тут с кромкой вы знаете на мой взгляд это прям отлично потому что я и богу даже вот так вот сходу с моей текущей позиции даже место которым я рубил найти пока не могу вес она потом проявится после работы с деревом я об этом скажу но пока по крайней мере все выглядит отлично батонинг так называемые первого уровня вдоль волокон будем делать щепочку но конечно тут размер ножа не за него играет но с другой стороны с точки зрения испытания прочности не особенно важно какого такого ножа размер знаете вот честно говоря испытываю какое-то такое ощущение давать еще одну щепочку сделаем да вот когда бью по кончику а здесь приходится это делать то есть такое неприятное ощущение того что чувствую некоторые движения замка хотя может быть это ни к чему и не приводит опасному для ножа но тем не менее замок сейчас выглядит вот так с точки зрения работоспособности ничего не поменялось более того люфт не появился то есть только при ударах видимо какое-то движение но слишком наверно опять-таки маленький нож то есть как бы такие вот вещи могут быть и моей иллюзии а могут просто действительно быть из-за размера ножа сейчас мне кажется все станет понятно потому что нас сейчас предстоит батонинг второго уровня клинок ножа короткий а тут никак вот не сильно не ударить так знаете вот пока я не чувствую чтобы что-то происходило опасно силой не всего извиняюсь а упорный штифт вроде бы на месте с точки зрения вещей с выламыванием связаны вроде тоже проблем давайте еще пару раз и хватит посмотрите какой край чистый получается прям вот хорошая деревяха мне попалась работать по ней приятно эти как нож загоняется то есть как бы просто полностью вообще действительно взламывается все это в общем вполне хорошо давайте теперь смотреть что у нас самим ножом ну по крайней мере сходу поломки нет вот так вот сразу после работы люфт не появился но это иногда насколько понимаю может быть связано с тем что как только открываешь лайнер там появляется некое небольшое нарушение вместе его стыка с клинком ну да вот сейчас данном случае так и есть хотя нет опять нет то есть как бы открыл сделал движение показалось что появился люфт но похоже что просто пружина в этот момент встала на место и люфт вообще исчез то есть какой бы то ни было но по я думаю что сейчас мы его будем потом работать с пнем скорее всего при раскачивании в пневмы какой-то люфт с мужем обнаружено вот так вот руками я пока что найти никакой не могу это невероятно хорошее прохождение теста для вот такого небольшого ножа ну и так и хочу отметить чтобы вам было видно на клинке тоже никаких повреждений не появилось это классно потому что бывают некоторые ножи у которых после такого уже могут быть прям очень заметные повреждения ну что у нас тут гвозди сегодня да то есть давайте посмотрим что с гвоздем сэндвиков не так уж много мы тестировали на самом деле чаще это был сэндвик 14 и 28 н такой вот более простой можно сказать викториноксовский или моровский сэндвик у нас не то чтобы часто попадался в тестах поэтому как обычно ведет себя эта сталь я так сказать не могу ну посмотрим как ведет себя на китайском ножи и так попилили давайте смотреть что мы тут видим так ну вот знаете друзья я бы сказал так в общем то в принципе это наверное можно все еще назвать умеренным затуплением но я вот вижу один нюанс вот 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 это место клинка давайте постараюсь вам его приблизить мне пока кажется что здесь как-то кромка то ли она прямо выкрышилась на слишком большом участке то ли заусенец появился прям такой значительный я бы так сказал но не знаю давайте может быть какой-нибудь обрезочек шнура сейчас поднимем попытаемся что-нибудь сделать с ним вот этим местом ну в принципе ну понимаете то есть здесь вопрос такой вопрос не в том что он не режет а вопрос то что вот если пилить получается вот такой вот срез в общем то обычно это говорит что восстановить этот клинок может достаточно уверенно но сейчас посмотрим как будет на самом деле конечно теперь у нас удар по гвоздю предыдущий раз сэндвик как-то не очень это выдержал нож был такой тоже достаточно эдисишный сейчас я тут вот так вот фокус давайте бить так ну в принципе удар получился такой вполне значительный знаете я бы сказал что как раз в этом смысле ну с пластичностью видимо проблем особенных нет что бил примерно вот этим местом и я не наблюдаю каких-то серьезных последствий пока это вполне нормально и теперь у нас должно быть все вот это зверство с забиванием и выбиванием ножа в пень ну давайте забивать сейчас и станет понятно опа сложился при забивании у меня нож ну может быть я конечно вот это вот то самое чувство что при ударах у меня возникало при батонинге так вижу мелкое повреждение стеклотекстолита тонкий он здесь слишком как бы вот тут на навершии маленькое повреждение есть но вот давайте на люфты как раз посмотрим ну вот сейчас короче вижу как раз следующую штуку я вот что называется как сейчас говорят вангую то есть могу предсказать по поведению забитого ножа что при закрывании он будет складываться но замок ломаться не будет связано это с тем что я сейчас когда нажимаю на рукоять ножа вижу движение пластины по пяти клинка в сторону ее раскрывания то есть как бы в принципе это грамотное поведение для не очень прочного замка лайнер лог для того чтобы просто его невозможно было в подобной ситуации сломать скорее всего он складываться будет сразу но при этом нож не будет терять свои работоспособности ну давай сейчас и поглядим так в принципе но для такого ножа я считаю что вполне нормально но да видите как то есть вообще просто вот как выбивать час буду ну то есть с точки зрения категории нашего теста я бы так сказал что вот за саму эту работу больше одного балла я бы не поставил но тут интересен тот факт что в принципе вот мы его сейчас достали как он будет после этого потому что смотрите вот я люфт этот руками создать не могу я там какой-то вот микро движение пружины чувствую и все не более того то есть нож вот после вот этого да он не выдерживает там такого выбивания но он при этом не ломается он не повреждается то есть остается после того как вы вот это сделали вполне себе работоспособный нож это для ножа этого класса вполне себе хороший результат посмотрите как лайнер стоит то есть вообще никаких проблем то есть вы получается пару раз так сделать он чуть чуть поглубже входит и все нож вообще зафиксирован просто намертво практически так как был с завода в самом начале давайте наверно к выводам будем переходить еще на старте теста было вполне себе понятно и я там это сказал что этот нож конечно не предназначен для того чтобы так на ножом измываться и вот сейчас мы сможем как раз поговорить на его примере о некоторых пределах прочности конструкции скажем так во первых я бы хотел показать что все таки случилось на навершии посмотрите вот здесь я думаю что будет неплохо видно то есть ну повреждение не критичное но все таки надо понимать что забивать этот нож куда-нибудь с помощью какого-то предмета который может повредить вот этот стеклотекстолит лучше по всей видимости не стоит просто получите с эстетической точки зрения ну некоторую такую неприятную коцку как сейчас принято говорить обратная сторона заключается в том что несмотря вот на свою такую геометрию клинка ну явно для всего вот этого неподходящую нож вполне себе испытания выдержал да определенный рекордсменом прочности он не будет но с другой стороны я бы так сказал что вот для такого ножа все особенно учитывая его цену вообще в принципе относительно невысокую в наш это в общем-то очень непростые времена я бы сказал что тестирование пройдено весьма и весьма интересно потому что есть такая категория людей которая в жизни предпочитает пользу с каким-нибудь вот подобными ножами то есть очень легкими такими небольшими резачками на каждый день я даже отчасти сам отношусь к таким людям что если уж говорить о том какой нож у меня есть всегда с собой то это будет что-нибудь вот из подобной категории но бенчмейт багаут это вот это мой нож тут я бы так сказал что вот этот нож позволяет вам в какой-то очень экстренной ситуации в которую вы совсем уж наверняка не попадете вообще в принципе в вашей жизни позволяет все-таки быть уверенным в том что он по крайней мере просто так не разрушится с пустого места что бывает в общем-то с некоторыми ножами даже довольно таки именитых производителей здесь в данном случае никаких проблем нет и самое приятное что в принципе этот нож позволяет говорить о том что даже те какие-то минимальные проблемы которые у вас с ним возникнут после действительно тяжелой работы вполне себе можно будет исправить в домашних условиях для такого ножа это результат весьма и весьма интересный по крайней мере если говорить о том что результат наших тестов вообще какое-то значение для вас имеет с вами на канале мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока спасибо за просмотр!